приветствую всех подписчиков нашего канала и не только всех кто читают наши статьи или заходит к нам на сайт мы снова продолжаем записывать видео в котором в которых мы отвечаем на вопросы наиболее популярные вопросы которые нам задают и сегодня таким вопросом является приезжают ли коллекторы на дом ну для того чтобы полностью ответить на этот вопрос и раскрыть его широко чтобы всем стало понятно нужно разбить его на две части то есть нужно понимать что если речь идет просто о коллекторах до организациях которые пытаются занимаются выбиванием долгов то есть они либо купили ваш долг либо ваш кредитор банк или мфо или финансовая спилка наняли третью организацию для того чтобы она пыталась выбить ваш долг то вот такие организации на 90 процентов не приезжают то есть как правило они занимаются телефон на эсэмэс очным терроризмом иногда добавляя в него официальные письма угрозы о приезде присутствуют но по факту этого не происходит в 90 процентах случаях но есть небольшое количество компаний скажем так которые считают возможным по каким-то причинам иногда приезжать на адрес на известный адрес прописки или проживание должника законно ли это фактически конечно же нет как вы должны на это реагировать реакция простая вы можете просто их игнорировать потому что их приезд по сути не имеет никаких законных оснований то есть все что они могут сделать это корректно напомнить вам о долге вы можете их проигнорировать потому что соответственно с законом единственный правовой путь взыскания долга это если вы игнорируете напоминание кредитора об оплате путем там звонков и смс-ок или отправления писем он должен идти в суд через суд определять размер долга и взыскивать его через государственную исполнительную службу либо частного исполнителя соответственно если этого не происходит то в этом случае все остальные действия это попытка психологического давления на вас не имеет под собой никакого законного основания поэтому вы можете игнорировать такой приезд а если не открывать двери даже не вступать в контакт и не общаться а если так сказать нежданные гости ведут себя слишком вызывающе или как-то давят на вас или стучат в двери вы можете смело вызывать полицию и говори сообщать что неизвестные люди угрожают вам оказывают давление ломятся в квартиру и полиция обязана реагировать на такие обстоятельства это если мы говорим конкретно об организациях которые называют коллекторами как я уже указывал своих предыдущих видео юридически в правовом поле украины такого понятия как коллектор вообще не существует но каких же случаях если вы имеете долг можно со стопроцентной гарантии ждать гостей домой это в случаях если ваш долг прошел официально судебное рассмотрение есть сумма присужденная судом и он передан на исполнение в государственную либо частную исполнительные службы в этом случае на ваш адрес проживания или регистрации наверняка возможно не так часто но приедет исполнитель в процессе исполнения долгового решения с какой целью он приедет он приедет с целью якобы установление имущества должника по месту его проживания и описи этого имущества хочу сразу сказать что такой приезд формально законен но если вы просто проживаете в квартире вы можете не пускать исполнителя и сказать что вашего имущества здесь нет вы здесь не имеете прав собственности и даже не зарегистрированы а соответственно это просто ваш адрес фактического проживания и нету никаких законных оснований исполнителю в рамках вашего долга попадать в это имущество так как она принадлежит другим людям и вы там даже не зарегистрированы соответственно вы можете просто указать ему в освоясь если вы там зарегистрированы или как часто любят говорить люди прописаны то еще старый советский термин в этом случае визит исполнителя имеет формальные основания законности потому что это ваш адрес регистрации но вы точно также можете не проживать по адресу регистрации это может быть квартира ваших родителей да или еще кого-то вы можете также не иметь там имущество поэтому вы точно также можете пояснить исполнителю в частности письменным заявлением если он приходил тогда когда вас нет о том что там нету вашего имущества и не принадлежит вам эта квартира и нечего туда являться соответственно точно также указать ему в освоясь но если все же квартира является вашей собственностью вы там зарегистрированы и у вас есть долги вы можете не пустить исполнителя добровольно но тогда знайте что он может обратиться с иском суд с поданьям про примусовы входжения и суд может ему разрешить это сделать тогда он будет иметь право с полицией понятыми срезать замки войти в квартиру описать имущество речь идет как о залоговых квартирах так и не залоговых но если они принадлежат должнику и могут быть проданы за его долги поэтому следите за этим обстоятельством и консультируйтесь с адвокатом в целом информацию по этому вопросу я вам предоставил надеюсь она будет вам полезна если вы подписчик нашего канала под или еще не подписчик подписывайтесь ставьте лайки и мы отвечаем на все вопросы наших подписчиков если у вас есть вопрос обращайтесь к нам с этим вопросом мы будем стараться ответить вам в кратчайшие сроки не всегда это получается но мы работаем над этим в общем подписывайтесь ставьте лайки если вы подписались задавайте нам вопрос